Hola a todos! Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я начинаю такую новую рубрику в изучении испанского языка. Это будет серебро-видео про глаголы братья, да, или не братья, друзья, не друзья. Те глаголы, которые могут переводиться почти одинаково или даже одинаково, но использоваться в разных ситуациях. И сегодня мы с вами поговорим про три таких глагола. Глаголы учить, это estudiar, aprender и enseñar. И vamos a empezar. Давайте начнем. Итак, первый из этой троицы, из коалиции глаголов изучения, это глагол estudiar. Сразу скажу, что все три глагола правильные. А если вы еще не знаете, как спрягаются правильные глаголы, сейчас вылетит подсказочка с какой-то из сторон. И вы сможете посмотреть мое видео про спряжение правильных испанских глаголов, ну и знать, как, в общем-то, работать с этими глаголами. Первый глагол, это глагол estudiar. Данный глагол всегда используется с обучением в каком-либо месте, в школе, в университете, в колледже, да, коллеги, университет, эскуэла. И также, когда мы говорим про курсы и про изучение языка. Например, Глагол estudiar таким образом переводится как что-то изучать, учиться в каком-либо заведении или учить, изучать иностранный язык. Кстати, по поводу картинки на фоне, если вы не знаете, что это за картинка на заднем фоне, значит, вы не смотрели мой прошлогодний влог, сейчас тоже вылетит подсказка. И после того, как посмотреть грамматическое видео, можете расслабиться и посмотреть классный влог из вот этого самого места, которое я снимала в том году, и это до сих пор один из любимых моих влогов. Итак, следующий глагол, это глагол aprender, который также означает учить. Но когда мы используем глагол aprender, мы говорим про то, что мы учим какие-то тексты, мы учим какие-то слова, да, то есть какой-то ограниченный набор информации, который мы можем выучить. Рассказ, история, да. Кроме того, глагол aprender используется помимо изучения текстов, слов и вот какой-то такой письменной информации, он у нас используется также для получения какого-либо навыка. Например, И после этого ставим глагол в инфинитиве. Второй глагол, инфинитив, начальная, неопределенная форма, как вам понятнее. И третий глагол, это глагол enseñar. Enseñar, это кого-то учить. Enseñar, кого-то учить или показывать. Например, Mi mamá me enseña a cocinar. Да, моя мама меня учит готовить. Ella me enseña a cocinar, y yo aprendo. И я учусь, да, я aprendo, я получаю навык. Ella me enseña, она меня учит, а я ее aprendo, а я учусь. То же самое, если мы сделаем такое предложение-микс из глагола enseñar и estudiar. Yo enseño el español, я обучаю испанскому языку. Mis estudiantes estudian y aprenden las palabras. Да, мои студенты учатся, да, то есть они учат испанский язык и учат слова. Y aprenden las palabras. Здесь может быть резонный вопрос, почему нельзя просто везде использовать глагол estudiar, да, хотя бы не два глагола, не три глагола иметь, а хотя бы два. Для того, кто учит, и для тех, кто учится. Ну, нет, здесь так же, как в английском языке, тоже три глагола teach, learn, study. Аналогия полная. Кстати, может, это для вас будет подсказка, если вы учили английский язык и хорошо различаете эти глаголы. Поэтому, да. Yo enseño el español, я обучаю испанскому. Ustedes estudian el español, вы учите испанский y aprenden las palabras, и учите слова. Да, то есть enseñar это обучать кого-то, и также enseñar используется для того, чтобы что-то кому-то показать. Например, enséñame esta foto, por favor. Enséñame esta foto. Покажи мне эту фотографию, пожалуйста. Я надеюсь, эта грамматическая подсказка была для вас полезной, информативной. Мы с вами сразу же выучили три правильных глагола el estudiar, aprender y enseñar, которые связаны с процессом обучения и очень важны. И часто, когда сталкиваются с этими глаголами, многие студенты не знают, как правильно их использовать. И, конечно, для того, чтобы вы могли отработать полученный материал, пересмотреть это видео еще раз и поработать с новыми знаниями, я подготовила для вас упражнение, очень хорошее упражнение. Сейчас появится оно на экране. В первом случае у вас будут пропуски, куда вам нужно поставить глаголы в нужном спряжении, да, в зависимости от того, про кого говорится. Еще раз вылетит сейчас подсказка со спряжением правильных испанских глаголов. И потом, через несколько секунд, вы нажмите на паузу, чтобы выполнить упражнение, и через несколько секунд появится уже заполненное упражнение, чтобы вы могли себя проверить. А потом в комментариях обязательно напишите мне, сколько предложений вы смогли сделать правильно, чтобы вы могли сделать уроки. Жду, конечно, вас всех на своих индивидуальных уроках испанского языка, где мы с вами разберем еще больше таких секретных случаев и каверзных моментов, которые есть в испанском языке, отработаем весь полученный материал и пообщаемся. Ссылки на мои социальные сети, где вы можете связаться со мной для получения уроков, в описании. Всем спасибо большое за внимание, увидимся и nos vemos. Чао-чао!